Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 апреля. Утром я говорила, что синоптики нам обещают жаркий денек, 14 градусов тепла и ночь плюс 7. Вот прогнозы синоптиков, как ни странно, оправдались. У нас днем была такая жара, что приходилось открывать и форточки, и двери в теплицах. И сегодня вот этот мой молодняк, вот эта вся моя рассада первый раз останется в придомовой теплице на улице без всякого подогрева, потому что сейчас седьмой час вечера, плюс 13 на улице, представляете, здесь 20 градусов. Ну вот прям атмосфера как летняя. Очень странно, что в начале апреля такая теплая температура и ночью плюс, и днем плюс. Ночью будет, посмотрела, по часовой прогноз, плюс 7 всю ночь. Я уже говорила, так как они здесь нагрелись, земля в лотках горячая, а лотков я даже не знаю сколько, их, наверное, больше 100. Они еще будут отдавать свое тепло воздуху, градусов 10-12 здесь будет, но я вечером часов в 12 я когда ложусь, я всегда выхожу, проверяю и вам покажу, сколько тут будет градусов. Ну, короче, первый раз, каждый год одно и то же, каждый раз, когда первый день я оставляю их на улице в теплице без подогрева, не уношу домой, каждый раз так тревожно, вот как, правда, ожидания как будто первой брачной ночи. Я так сегодня весь день волнуюсь, за них переживаю, как они здесь будут без моей заботы, без моей защиты. Я уйду спать в теплую постельку, а они останутся здесь. Ну, ничего, зато это такое облегчение, представляете, или вечером бы их надо было заносить и расставлять в комнатах дома по стеллажам, как у меня спрашивают, когда увидели, где же вы их храните дома. Ну, я показывала в позапрошлом году, у меня трехъярусные и четырехъярусные стеллажи, и в несколько стеллажей они все вмещаются. Так как дом большой, они в трех-четырех комнатах размещены, и в зале стоят, и там еще в другой комнате, на кухне стоят, везде, короче, мои томаты стоят. Они нам, конечно, не очень мешают, но немножко выживают хозяев. Что есть, то есть, проходики становятся уже. И вот у нас сегодня первая ночь. Я сейчас их посмотрела. Закрою все форточки, потому что пора уже проветривание прекратить. И пойду в теплице, в той поработаю, которая, ну, как бы с обогревом, но там уже все тоже выключено. Мне же надо высаживать. Весь день ничего не могла сделать, потому что очень-очень жарко было. Сейчас жара спала, мне надо довысадить там томаты, и все. Буду устраивать всех на ночь. Там тоже сегодня все отключаю, потому что жарко. Даже эту притеняющую сетку пришлось доставать. Вот сегодня весь этот мой выводок. Останется ночевать на улице. Пока этот репортаж заканчиваюсь при домовой теплице. Часов в 11-12 выйду проверить температуру. И расскажу вам, как они сегодня перезимуют, хотела сказать, переночуют без подогрева. Все, пока, до свидания. Ну вот, жара немножко спала. Восемь вечера, девятый час, 15 градусов тепла. Еще раз напоминаю, без различных подогревов, просто так. Солнышко нагрело. Я вот поработала в той теплице, посадила там томаты, вот где с подогревом. И иду через эту теплицу, посмотрела показания температуры. И хочу вам заметить, что при одинаковых показателях температурных за бортом, я сейчас не знаю, сколько там точно, но главное, что в теплице, где я грела грунт, там плюс 15. А здесь, вот в этой придомовой, плюс 12. Начальные были показания одинаковые. Вот в этой теплице остывает, температура понижается быстрее. Значит, все-таки там подогрев грунта тоже дает какой-то вклад. 2-3 градуса прибавляет. Вот так. Посмотрим. Я тут тоже свет повешала. Все вот мои крошки. Хорошо их видно светло. Чтобы ночью, если я выйду в 12, не шарашиться здесь в темноте, сразу подойти к термометру и посмотреть. Если что, то будет ночная эвакуация. Домой, домой. Ладно, пошла отдыхать. Ну все, я последний раз вышла в придомовую теплицу, проверила томаты, температуру посмотрела. 10 градусов, ниже уже не будет опускаться. Все. Сегодня, значит, мы остаемся здесь.